МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В продовольственных магазинах Самары наблюдался повышенный спрос на крупы. Как выглядит ситуация в розничной торговле продуктами питания? Департамент экономического развития, инвестиций и торговли разработал инвестиционный паспорт города Самара. Как он будет использоваться? 62 самарских предпринимателя получили гранты на создание собственного бизнеса. Как стать участником проекта? В нашей студии заместитель главы городского округа Самара, руководитель департамента экономического развития, инвестиций и торговли администрации городского округа Самара Владислав Зотов. Владислав Иванович, рад вас видеть. Добрый вечер. Добрый вечер. И перед тем, как начать нашу беседу, я предлагаю посмотреть актуальный на сегодня сюжет. Тревожные вести о распространении нового вируса вгоняют некоторых самарцев в панику. Люди решили, суровое время приходит и начали стремительно скупать крупы, консервы, сахар и мясо. Смотрите, все вообще смелее. Курица, индейка, ничего. Я просто видела этот случай, когда сегодня затаривалась бабушка, ну, в связи с их возрастом. Ну, и вот моя сестра тоже затаривается. Она достаточно молодая девушка, но она паникует. Ну, сейчас зашла в магазин, действительно, в ближайшей пятерке, вроде гречки нет. Если от коронавируса умрешь, зачем запасы нужны? Нет, девушка, нет. Все будет хорошо. Резко опустили полки с мылом, дезинфицирующими средствами и туалетной бумагой. Самарцы активно пользовались мылом и туалетной бумагой еще до того, как это стало трендом. Но даже для тех, кто открыл эти удивительные вещи только сейчас, их точно хватит. На складах крупнейших торговых сетей товаров в изобилии. По заверению представителей магазинов, никаких перебоев с поставками не предвидится. Предпосылок к дефициту в городе нет. Говорят, еды и туалетной бумаги хватит на всех. У нас достаточно товара для того, чтобы обеспечить магазины продукцией. И мы увеличиваем запас на случай дальнейшего увеличения спроса. Мы можем товаром, который хранится у нас, находится на хранении, и мы можем обеспечивать магазины города несколько недель. Владислав Иванович, итак, мы сами видели и в реальной жизни, и сейчас на экране, две недели последние в самарских магазинах повышенный спрос на некоторые продовольственные товары, но, в первую очередь, крупы на некоторые виды непродовольственных товаров. Вы лично, как эксперт, как оцениваете текущую ситуацию в розничной торговле, и что департамент делает в этот период? На самом деле, в период острой фазы действительно наблюдался дефицит бокалейных товаров. Это крупы, гречневые крупы и так далее. Но сейчас мы все видим, что ситуация выправилась. Все магазины имеют товарные запасы. Все откорректировали логистику, то есть привозится бокалейных товаров несколько больше, чем раньше. Эта острая фаза ушла. В магазинах есть полный ассортимент продукции. Никаких проблем на ближайшие полтора-два месяца мы абсолютно не видим. Кроме того, департамент ежедневно мониторит ситуацию и в плане наличия ассортиментной линейки, а также цены. Вся эта информация аккумулируется в Министерстве промышленности и торговли. То есть с коллегами из министерства мы контролируем эту ситуацию на ежедневной основе. Тут ведь вот еще какая ситуация. В январе 2020 года утверждена доктрина продовольственной безопасности нашей страны. По сути, речь идет об увеличении на полках продуктов местных производителей. На ваш взгляд, что нужно делать для того, чтобы их было больше, для того, чтобы мы не зависели от импортных поставок, и, соответственно, при любой нестандартной ситуации мы могли совершенно спокойно жить и развиваться? У нас и в прошлом году, и в предыдущие годы, а в этом году еще с большей динамикой мы будем развивать ярмарочную торговлю. Но у нас существует традиционно три крупные площадки. Это площадь Куйбышева, это музей Лебина, это дом культуры «Октябрь», где наши сельхозпроизводители имеют возможность реализовывать свою продукцию. Ну, в частности, в прошлом году более 250 именно сельхозпроизводителей реализовывали продукцию на этих трех площадках. Это самарские сельхозпроизводители? Это именно самарские сельхозпроизводители, хотя у нас были и гости с Ульяновска, с Оренбурга, с Саратова, с близлежащих областей. Ну, в любом случае, это россияне, скажем так, в таком случае. Да, мы же все-таки живем в одной большой любимой стране. Конечно. Более 300 тысяч жителей посетили эти ярмарки. Эти ярмарки, этот формат будет продолжен, в том числе и в этом году. Перекупщиков там гораздо меньше. Приоритет, безусловно, мы отдаем именно тем организациям и тем индивидуальным предпринимателям, которые производят продукцию непосредственно на земле. Ну, кстати, в таком случае, вот на ваш взгляд, а что еще можно и нужно сделать, для развития потребительского рынка и для того, чтобы местный производитель на этом рынке имел преимущество? При этом я прекрасно понимаю, что есть такая организация, Федеральная антимонопольная служба, которая, начиная с точки зрения законодательства, говорит, ну, нельзя вот слишком уж сильно поддерживать, хотя я, например, считаю, что это неправильно. Американцы поддерживают активно свой рынок. Ну, в этой связи мы планируем развивать ярмарочную торговлю, но небольшого формата, малого формата. А что такое небольшой формат? Это сейчас нами вместе с внутригородскими районами определено 30 потенциальных площадок. Это те зоны, где у нас сейчас происходит либо незаконная торговля, лоточная торговля, где есть большое скопление людей. Потенциально эти площадки не приносят никакой выгоды ни городскому округу Самары, ну и выглядят непрезентабельно. Вот эти все 11 мест мы планируем в ближайшее время рассмотреть на конкурсных процедурах, где мы получим с вами операторов ярмарок. И как раз местные товаропроизводители, примерно от 25 до 60 человек, будут иметь возможность на абсолютно законных, на абсолютно хороших и качественных местах, в хороших условиях реализовывать свою продукцию. Все эти места будут иметь, конечно же, места для пенсионеров. Что такое места для пенсионеров? Поясните для зрителей. Ну, любая ярмарка, она должна, естественно, иметь ряды торговые, она должна иметь места не менее 10%, где могут пенсионеры на абсолютно бесплатных условиях реализовывать свою продукцию. То есть бабулька со своей картошкой, со своей морковкой, со своей редиской может прийти бесплатно продавать? Да. Это у нас происходит на ярмарках, которые мы организовываем на площади Куйбышева, у Алабина и НДК «Октябрь». То же самое все будет осуществляться на как раз тех 30 площадках, которые постепенно будут замещать ту незаконную торговлю, которая, к сожалению, еще пока имеет место быть на территории нашего города. А вот технология, кстати, какова, чтобы туда попасть? Что нужно сделать производителю? Вот вы сказали, 250 производителей продуктов питания на территории Самарской области. Это очень здорово. В том числе надеюсь, что и производители гречки, которые, как оказалось, мы так все любим, тоже там есть, насколько я знаю. Вот что нужно сделать, чтобы производителю, самарскому производителю гречневой каши попасть на эту ярмарку? Что нужно сделать бабульке, чтобы прийти и спокойно сесть и продавать бесплатно тоже свою продукцию со своего огорода, получить какую-то небольшую денежку в свой бюджет? Я думаю, в Самарской области их гораздо больше производителей. Там не 250, а исчисляется несколькими тысячами. И здесь и реестр этих производителей, кто где находится, мы абсолютно знаем и понимаем. Мы их информируем о проведении той или иной ярмарочной торговли. А здесь уже они принимают решение участвовать в этой ярмарочной торговле, либо не участвовать. У нас налажено взаимодействие с областью в этом плане. С Министерством сельского хозяйства? Да, с Министерством сельского хозяйства. В этом плане мы точно понимаем, к кому обращаться. Поэтому совершенно точно мы можем сказать, что все проинформирование, когда и где ярмарочная торговля будет осуществляться. Кроме того, можно, естественно, зайти на сайт Департамента экономического развития, где как раз в сезон проведения этих ярмарок мы вывешиваем информацию. И люди заявляются и участвуют. Вот разговор такой практический у нас получается. И вопрос в связи с этим тоже сугубо практический. Департамент объявил конкурс по выбору оператора ярмарки на пересечении улиц Киевская и Тухачевского. Это, ну, почти, наверное, географический такой центр города. Если ошибаюсь, поправьте меня. Вот как должна работать эта ярмарка? Что она из себя должна представлять? Как она будет выглядеть? И когда все это начнется? У нас конкурсные процедуры запланированы на 16 апреля. По итогам конкурсных процедур будет определен оператор этой ярмарки. Естественно, есть техническое задание, которое определяет режим работы. Режим работы будет ежедневный с 9 до 18 часов. Количество участников ярмарки предполагается в районе 300. Естественно, там будет предусмотрено примерно 30 мест для пенсионеров для реализации своей продукции. Ассортимент будет очень широкий. Ну, конечно, это в основном продовольственные товары. Что касается визуализации, это будет ярмарка контейнерного типа, абсолютно современная. И визуальный образ этой ярмарки будет согласован с управлением главного архитектора нашего города. Естественно, он будет радовать и ассортиментом, и обликом жителей нашего города. А экологические вопросы, места общего пользования, то есть там все это тоже предусмотрено? Человек придет туда, так сказать, будет чувствовать себя цивилизованно? Любая ярмарочная торговля предполагает априори наличие туалетов, наличие парковочного пространства, соблюдение проходов необходимых для того, чтобы не было столпотворения, ну и ассортиментную линейку, та, которая должна быть представлена на этой ярмарке. А что такое ассортиментная линейка? Но ассортиментная линейка, это значит, вы должны на этой ярмарке купить и мясные изделия, купить мясо, рыбу, овощи, фрукты, все то, что необходимо нам на нашем столе. То есть это чисто продовольственная ярмарка, там, условно говоря, не будет одежды, запчастей и так далее? Нет, одежды запчастей там не предполагается. Единственное, предполагаются места для пенсионеров, где, конечно, они будут реализовывать свою продукцию. Это будет постоянная ярмарка? Потому что у нас ведь иногда бывает так, что какое-то есть место торговли, а потом выясняется, что оно там не совсем к месту, его пытаются убрать, появляются... Конкурсные процедуры предусматривают функционирование этой ярмарки до 2022 года, потом, естественно, мы будем объявлять дополнительный конкурс. И эта ярмарка будет работать круглогодично в ежедневном режиме с 9 до 18 часов. Поэтому можно совершенно спокойно рассчитывать на то, что она будет и завтра, и послезавтра, и вплоть до 2022 года. Далее просто будут проходить следующие конкурсные процедуры, и будет определён либо прежний оператор на конкурсной основе, либо будет определён иной оператор этой ярмарки. Конкурсная основа – это соотношение... Организатор этой ярмарки. Организатор этой ярмарки, то есть это соотношение тех денег и той организации, бизнеса, которую он предполагает, деньги, от которых он будет платить в городской бюджет. Ярмарки предполагают отсутствие платы в городской бюджет. Это первое. Это в результате сказывается на цене для участников ярмарочной торговли. И в конечном счёте мы считаем, что это должно сказаться на уменьшение стоимости реализуемой продукции на этой ярмарке. Поэтому ярмарочная торговля предполагает уменьшение цен, нежели мы их видим в магазине. В силу того, что издержки у организатора ярмарки ниже, чем у тех, кто реализует продукцию в стационарных и нестационарных торговых объектах. Мониторить будете каким-то образом тогда? Конечно. Конечно, нет. Начнём с того, что департамент каждую неделю мониторит цену в целом и на рынках, и на оптовых рынках, и в магазинах, в сетевых, не сетевых магазинах. Но и, конечно же, мы мониторим цены, в том числе на ярмарках. Как показала практика, у нас на ярмарках есть продукции, которые ниже средней по городу на 20%. Безусловно, есть продукции, которые выше, но там и выше качество. Или есть линейка продукции, которая отсутствует в широком доступе. Я предлагаю сейчас поговорить о поддержке малого бизнеса, но перед этим посмотреть наш сюжет. Огромная экспозиция, сотни успешных предпринимателей, насыщенная программа. В Самаре прошла интерактивная выставка «Бизнес» от АДАЯ. Для участников подготовили тематические площадки, семинары, тренинги, круглые столы, кейсы и деловые игры. Кроме того, им рассказали о мерах поддержки со стороны городских и региональных властей. На форум пригласили опытных спикеров-практиков. Они поделились с начинающими и уже состоявшимися предпринимателями секретами развития успешного бизнеса. Рассказали, как мотивировать персонал, почему коммерсантам необходимо уделять внимание социальным сетям и как можно увеличить продажи, не выходя из офиса. Выставку «Бизнес» от АДАЯ организовали сотрудники Департамента экономического развития, инвестиций и торговли администрации городского округа Самара. Это стало возможно благодаря национальному проекту «Малое и среднее предпринимательство» и поддержке индивидуальной предпринимательской инициативы, которую инициировал президент России Владимир Путин. Этот форум станет одним из последних в уходящем году. Программа сформирована всех мероприятий, которые мы проводим, таким образом, чтобы было интересно как действующим предпринимателям, потому что у них совершенно другие запросы по работе с рынком, у них опыт другой, у них вопросы взаимодействия уже с органами власти совершенно другое, и тех предпринимателей, которые только собираются открыть свой бизнес. В 2019 году в Самаре провели 16 бесплатных семинаров для предпринимателей и для тех, кто еще только думает открыть свое дело. Перед участниками выступили преподаватели самарских вузов и акулы регионального бизнеса. После тренинга все желающие могли получить личную консультацию. Владислав Иванович, с прошлого года в Самаре работает национальный проект «Малое и среднее предпринимательство» и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы. Насколько я помню, в прошлом году 62 самарских предпринимателя по итогам городского конкурса получили гранты в форме субсидий на создание собственного бизнеса в соответствии с постановлением администрации городского округа Самары. Какие цели ставил департамент, начиная этот конкурс и, в общем-то, вкладывая деньги? Ну, я хочу сказать, что у нас программа рассчитана вплоть до 2024 года. Та грантовая поддержка, которая была и осуществлялась на территории нашего города в прошлом году, она будет продолжена вплоть до 2024 года. Денежные средства в размере 20 миллионов рублей у нас заложены по программе на этот год. Примерно то же количество предпринимателей могут воспользоваться и получить эту грантовую поддержку на абсолютно безвозмездной основе и безвозвратной основе на введение своего бизнеса до 350 тысяч рублей. Критерии победителей, они остаются. То есть это либо производственные компании, мы отдаем им предпочтение, либо компании, которые находятся в сфере туризма. Это, безусловно, те компании, которые создают дополнительные рабочие места. Это те компании, которые вкладывают в свой бизнес достаточно ощутимые денежные средства. Это какие ощутимые? От миллиона рублей и выше. Но у нас есть примеры, когда грантовую поддержку получали компании, которые вложили и меньше, и 350 тысяч рублей. Поэтому не нужно бояться заявляться и не нужно думать о том, что я заявлюсь, но мне поддержка грантовая не будет оказана. Да, безусловно, конкуренция есть, но заявляться и оформлять документы для получения этой поддержки совершенно точно нужно. Планируем мы эту грантовую поддержку реализовывать в июне месяце. Дополнительно по началу приема заявок информацию мы разместим и на сайте администрации городского округа Самара, ну и, само собой, на сайте департамента экономического развития, инвестиций и торговли. Точно так же мы планируем эту грантовую поддержку оставить в размере до 350 тысяч рублей, как и в прошлом году. Единственное, мы дополнительные критерии в этом году вводим. Это критерии представления бизнес-проекта, чтобы у членов комиссии складывалось четкое понимание того, что предприниматель, получив эти деньги, будет направлять их именно на развитие своей компании, на развитие своего производства или на развитие своих услуг. Поэтому грантовой поддержки быть, и мы эту программу будем продолжать вплоть до 2024 года. И давайте для наших зрителей уточним, что грант – это те деньги, которые даются безвозмездно, то есть возвращать их не нужно. Это не кредит, это не заем. Это не кредит, это не заем, это денежные средства, которые получает предприниматель, субъект малого и среднего предпринимательства, на уже понесенные расходы. Единственное, в этом году предприниматель должен в виде презентации пояснить, куда, на какие цели полученные денежные средства он намерен потратить. Это вот если ты оформляешь документы для участия в конкурсе, то, соответственно, это один из важных критерий. Да, одно это новшество, которое мы вводим с этого года. Это запрос был и со стороны предпринимательского сообщества, запрос был, естественно, от широкого круга лиц, который вокруг этого мероприятия, вокруг поддержки малого и среднего предпринимательства существует. Владислав Иванович, вы наверняка, это знаете лучше меня, опасение людей, что коронавирус, который мы сейчас все переживаем, именно малый бизнес, скажем так, ударит сильнее всего. Что делаете, что планируете делать для того, чтобы поддержать именно малый бизнес в Самаре? Ну, начну с того, что у нас есть программа поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. Ни одно из мероприятий у нас, собственно говоря, не выпадает. Мы планируем на уровне города и гранты выдавать. Мы планируем, естественно, людей обучать. 14 циклов обучающих семинаров у нас запланировано в этом году. Это и для тех, кто только хотел бы стать и начать свое дело, для тех, кто уже свое дело имеет и хотел бы усовершенствовать какие-то бизнес-процессы, так и для тех, которые хотели бы выйти на экспорт, но не знают, каким образом это сделать. То есть цикл семинаров на это направлен. Мы также продолжим людей вывозить абсолютно на бесплатной основе. Другие города, это Сочи, это Москва, на выставки различного плана. Это и легкая промышленность, это и промышленность, это и туризм. Это и экопродукция, где предприниматели могут представить свою продукцию, свои услуги и расширить свою клиентскую базу. Мы точно так же планируем продолжать проведение событийных мероприятий «Самарский бизнес» от АДИА, платформы развития бизнеса, где наши производители, где наши предприниматели могут свою продукцию, и услуги представить абсолютно бесплатной основе на наших выставках внутри на территории городского округа «Самары». Мы точно так же продолжим консультацию на абсолютно бесплатной основе и со стороны департамента, и со стороны бизнес-инкубатора, где любой предприниматель и даже тот, кто хотел бы им стать, может прийти заявиться, сказать и рассказать о своих проблемах, что бы он хотел, а мы уже его за ручку проведем и расскажем о тех мерах поддержки, которые существуют на уровне города, на уровне области, на уровне федерального центра. Кроме того, у нас работают окна. Мой бизнес на территории бизнес-инкубатора. Открылись эти окна в декабре прошлого года, и есть специализированные окна в МФЦ, которые принимают заявки от бизнеса. Порядка 160 услуг предоставляются в этих окнах. Владислав Иванович, интересная тема – инвестиционный паспорт. Департамент экономического развития, инвестиций и торговли разработал этот документ. Я с интересом с ним ознакомился. Вот что это и зачем, и как этот документ будет использоваться? Инвестиционный паспорт – это необходимый документ, потому что в последнее время уже сточилась конкуренция между городами, между областью. Есть конкурентные преимущества, есть преимущества у разных городов. У кого-то это трудовые ресурсы, у кого-то логистика, у кого-то развита связь, у кого-то развито предпринимательское сообщество. Но без преподнесения тех преимуществ и основ, которые имеются у нашего города, невозможно привлечь инвесторов. Поэтому мы выпустили в прошлом году, и он будет ежегодно обновляться, паспорт нашего города, где мы как раз демонстрируем наши преимущества и будем этот паспорт брать как на выставке, которая проводится на территории городского округа Самары, так же и на территории нашей России. Ну, это, безусловно, Международный экономический форум в Петербурге. Он состоится в этом году? Ну, надеюсь, что он состоится, либо, скорее всего, может он быть перенесен, но то, что его не будет, наверное, не тратит. То есть он будет однозначно? Он будет однозначно, может быть, он будет не в июне, в июле или в августе. Но это и на промо в Екатеринбурге, он осенью проходит, он точно состоится. Ну, и на других выставках, где как раз мы можем потенциально инвесторам донести об тех преимуществах и тех возможностях, которые у нас в городе есть, и тех мерах поддержки, которые у нас тоже существуют. – Он будет где-то выложен в свободном доступе, чтобы, допустим, человек, который предполагает пригласить сюда потенциального партнера, мог его показать, чтобы ему не сочинять самому, скажем так, не собирать информацию, а преподнести и объяснить, куда его партнеры приходят на самом деле. – Ну, на бумажном носителе он есть в Департаменте экономического развития. Любой, кто хочет получить этот паспорт, может подойти к нам в Департамент и получить его. Конечно, он размещен на сайте администрации городского округа Самары. И он размещен в социальных сетях ВКонтакте, где как раз и в русскоязычном, и в англоязычном варианте вы можете скачать его и совершенно спокойно пользоваться той информацией, которую мы собрали в этом документе. – Владислав Иванович, такой личный вопрос. А вы сами считаете, какое у Самары главное преимущество? – Это люди. Это люди, конечно. У нас огромное количество людей, которые компетентны в разных совершенно областях. У нас очень развита промышленность. Порядка 40% продукции мы экспортируем. У нас очень серьезно развита наука. У нас очень серьезно развиты институты. Поэтому у нас прекрасные специалисты, которым многие вопросы совершенно точно по плечу. Любой инвестор, захотя в тот или иной город, одним из основных как раз компонентов изучает как раз наличие трудовых ресурсов. Без трудовых ресурсов невозможно ничего сделать и ничего произвести. Достаточно стоящего. – Спасибо за интересную и содержательную беседу. Я надеюсь, что мы с вами увидимся еще не один раз в этой студии, потому что телеканал «Самара ГИС», напомню, проводит и достаточно давно проводит отдельную программу, посвященную поддержке и развитию малого бизнеса. Поэтому спасибо за информацию. Напоминаю, моим собеседником был Владислав Зотов, заместитель руководителя главы городского округа «Самара», руководитель департамента экономического развития, инвестиций и торговли. Попробуйте работать на себя. Это очень интересно. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»